Всем привет! Меня зовут Алина Кауэр и оператор Антон Зигаев. Сегодня мы находимся на аэродроме, откуда будут стартовать те авиационные единицы, которые участвуют в Параде Победы. Сегодня мы окажемся в Ми-8. Это один из вертолетов, который будет пролетать 9 мая на Новосибирском. Покажем, как он выглядит внутри, как выглядит Новосибирск с высоты птичевого полета. Ну и все самое интересное будет дальше. Мы идем по аэродрому. Здесь очень ветрено, может, вы это даже слышите. Мы подходим к Ми-8. Именно на нем мы полетим сейчас над городом. Пока не волнительно, но посмотрим. А это вертолет Ми-8, тот самый. Он числится в книге рекордов Диннесса, как самый массовыпускаемый двумоторный вертолет за всю историю авиации. Сегодня во время репетиции авиационного шоу полетят четыре вертолета Ми-8. В одном из них полетим мы и покажем вам все, что мы увидим. И вот можно уже приоткрыть, посмотреть, как выглядит Ми-8 внутри. Ми-8. Наш вертолет, на который мы полетим, начинает прогревать двигатели. После этого пилоты запустят лопасти, и мы будем заходить в эту ревущую авиационную машину. В опусте уже запущены, полная таковая. Сейчас будем. Уже 20 дней. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Евгений, это будет какой ваш по счету пролет на 9 мая на Новосибирском? Это третий уже пролет на 9 мая. Этот будет, получается. Уже было два, теперь будет третий. Расскажите, какие у вас эмоции? Чувствуете ли вы торжество, моменты, когда пролетаете над площадью Ленина? Может быть, видите, как вам машут люди руками? Людей мы не видим, но само ощущение, конечно, гордость каждому члену экипажа, торжественный пролет выполнить в честь 9 мая. Как бы это память нашим дедам, прадедам отдать. В этот раз четыре Ми-8 будут лететь, два звена. Или же что-то еще ожидать горожанам 9 мая? Ожидается четыре Ми-8, то есть две пары будут проходить. И еще два самолета МиГ-31. А как вы готовитесь к полету? Есть ли у вас какие-то свои секретные ритуалы? Ну, секретов не будем вам рассказывать. Ну, как готовимся, как положено, по всем документам. Подготавливаемся, делаем пролеты, тренируемся к каждому вылету, как бы. Мы сперва тренировались не над городом, а тренировались в пилотажной зоне. Отрабатывали именно пары полет. Именно вот такой порядок. И сейчас уже над городом тренировки с годами, как говорится, приходят. Погода, когда вы летаете 9 мая над городом, обычно какая? Солнечная или разные бывали? Ну, обычно солнечная была. Сколько леталось, всегда солнечная. Будем надеяться, что в этот раз тоже будет солнечная. Понятно. А мы будем вам махать? Мы все равно вас не увидим, когда вы мажете. Потому что мы проходим на 200 метров над городом, поэтому нам не видно. Видно только вперед. Мы видим, ну, как моя, получается, задача. Я лечу ведомым, поэтому я выполняю полет только по ведущему. Я смотрю конкретно на ведущего, потому что полет выполняется парой, как бы близкие порядки, поэтому я только на него. А сложно ли сохранять дистанцию и лететь на одном уровне со своим? Ну, не сложно. Главное, чтобы метеословия позволяли. Потому что если есть болтанка, присутствует в воздухе, то как бы первого шага качает. И, получается, все вот эти маневры, которые он выполняет, приходится выполнять и мне, чтобы не допустить ни сближения, ни оторваться от него. Ну, вот а мы сейчас здесь находимся, на аэродроме, здесь достаточно ветрено. Но были ли проблемы во время полета? Были ли сильные порывы ветра? Ну, ветер сильно не ощутить. Я не могу ответить, потому что я выполнял всю задачу только по ведущему. Поэтому для меня оказалось, как он летит, так и я как бы лечу и выполняюсь. Ну что, мы с вами пролетели на замечательном Ми-8. У нас была очень мягкая посадка. Мы увидели с вами, как выглядит площадь Ленина, оперный театр, святые птичьего полета. И, кстати, узнали, что, оказывается, пилоты нас с вами-то и не видят на 9 мая. Но мы все равно с вами будем им махать, когда-нибудь пролетать, будет торжественный пролет на 9 мая. Мы будем вести онлайн-трансляцию, будем рассказывать обо всем, что происходит в этот день. Уже через два дня 9 мая наступит. Вот, поэтому спасибо большое, кто нас сегодня посмотрел. Ставьте лайки. И всем хорошего настроения. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok